Сегодня в Перми, а это значит в рубрике у наших западных соседей, в краевой клинической больнице судья Дзержинского федерального районного суда Перми в рамках выездного заседания арестовал на два месяца и отправил в следственный изолятор 18-летнего одноногого массового убийцу Тимура Бекмансурова, который 20 сентября текущего года, будучи человеконенавистником и первокурсником Пермского государственного национального исследовательского университета, пришел в свой родной вуз с турецким памповиком наперевес и застрелил насмерть 6 человек. Еще 40 оказались травмированными. Кто-то получил огнестрельные ранения, семеро самых тяжелых сейчас лечатся в Москве, кто-то переломы и вывихи при падении с высоты при экстремальной самоэвакуации из окон универа. Напомню, что первым из силовиков на место кровавой бойни прибыл гаишник, младший лейтенант полиции Константин Калинин, который киллера Бекмансурова расстрелял из табельного Макарова, но не добил. Хотя сам киллер, по его словам, на выживание не рассчитывал. За проявленный героический героизм Константин Калинин получил из рук министра внутренних дел орден мужества и досрочные погоны лейтенанта полиции. Раненого киллера Бекмансурова в критическом состоянии увезли в краевую больницу, где ему сделали несколько операций, отрезали левую ногу по колено. Ну и короче, волею небес киллер Бекмансуров выжил. И более того, его физическое состояние стало до такой степени разовощеким, что позволило перевести одноногого убийцу из краевой больницы в следственный изолятор. Пока на два месяца, до 13 декабря включительно. Но есть уверенность, что Бекмансуров из-за решетки больше не выйдет никогда. Ибо вменили ему 105-ю часть 2 УК, убийство двух и более человек. А это вплоть до пожизненного заточения. Московский следователь СКР Рустам Габдулин, расследующий дело о массовом расстреле в универе, на выездной сессии суда в краевой больнице сказал, что одноногий киллер в инвалидном кресле на допросе вину в убийстве признал и при этом он может скрыться от следствия. Не, ну как тоже скрыться? Не сбежать, конечно, но максимум упрыгать. Судья Дзержинского суда с этим мнением согласился и отправил киллера в СИЗО. Сам Бекмансуров, по словам очевидцев, еле-еле разговаривающий, в основном шепотом, со своим арестом согласился. Но в целом вел себя на больничном суде апатично. Тот скажет, да уж лучше ему было погибнуть. Нет, так хоть на одной ноге, в неволе, но у него есть шанс покаяться, а это самое главное, чего ждет от нас Бог.